Здравствуйте! Сегодня я вам покажу две очень важные, эффективные подкормки, которые просто заставят цвести ваши пеларгонии и любые другие цветы. Всего одна таблеточка, и она творит невероятность цветами. Она помогает сделать так, чтобы иммунитет поднялся у растений, чтобы листики у вас не желтели, чтобы цветы выпускали как можно больше цветоносов. Потрясающая таблетка на века. Если вы ее смешаете с другими удобрениями, у вас получится уникальная действенная подкормка, и вы через несколько дней, недельку, уже заметите необыкновенный результат. Эту таблетку можно положить в грунт, и когда вы будете поливать, она будет растворяться и творить чудеса с вашими растениями. Таблетка настолько дешевая, копеечная, что не принесет вам каких-то больших затрат. Но она стопроцентно рабочая. Итак, давайте начнем. 10 литров воды и берем валидол. На самом деле, эту таблетку можно смешать как в 10 литрах воды, так одну в одном литре воды. Никакого вреда от этого совершенно не будет. Эффект только будет намного лучше. Ну как, так как у меня объемы большие, и я решила сэкономить, я взяла одну таблетку на 10 литров воды. Вы можете, если делаете на литр, можете взять одну таблетку на литр. То есть эффект будет намного лучше. Все это работает. Таблетки валидола можно найти в аптеке, они копеечные. И добавляем биочарс. Биочарс это уголь древесный из скорлупы грецких орехов с добавлением уксуса из скорлупы грецких орехов. Когда в уголь добавляют уксус, все элементы, которые в нем содержатся, становятся в филатной форме. Доступные, водорастворимые. И там очень много кальция, очень много калия, магния, фосфора. Тех элементов, которые как раз стимулируют рост цветоносов. И добавляем 5 столовых ложек в 10 литров воды. Хорошо размешивая. Дайте немного постоять, а затем подкармливайте ваше растение. Для усиления эффекта, чтобы растение все впитало, всосало в несколько раз больше. Потому что растение не может 100% впитывать все вещества, которые находятся в земле. Добавляем 1 столовую ложку гуматокалия. Это поможет усилить всасываемость растения, всех питательных веществ. Для того, чтобы повысить эффект, вот такой потрясающий эффект цветения. И поливаем под кустик. Сколько лить под куст, это уже вам знать. Но я, как правило, под куст, если у вас на улице, 1 стакан под кустик. Как правило, на 1 литр грунта добавляют 200 мл воды. Это очень действенная подкормка. Ее можно применять 1 раз в неделю во время цветения. Вот как раз набора массы. Для того, чтобы повысить иммунитет, чтобы растение долго не сохло. То есть помогает адаптироваться растение к любым погодным условиям. То есть сейчас в Сибири стоит жара. Смотрите, какой огромный куст. Я вам сейчас показываю, что вот. Это у нас эсфирь прекрасная. Она очень обильно, пышно цветет. Конечно, в жару они не все открывают цветоносы. Дело в том, что в Сибири стояло 35 в тени. А на солнце доходило до 40. И зеленую массу они сохранили. А вот цветы в такую жару не выдерживают. Итак, вторая подкормка. Это древесный уксус из скорлупы грецких орехов. Он уникален тем, что в нем содержатся такие элементы, которые помогают от хлороза. Хлороз это когда листья желтеют. По какой-то нехватке элементов. Чаще всего хлороз бывает железа. Хлороз калия. Хлороз кальция. В общем, куча элементов, по которым может хлорозить растение. Есть несколько причин, почему вы, например, поливаете удобрением, а ваше растение все равно хлорозит. Потому что почва непитательная, тяжелая, много солей в ней может содержаться, которая не позволяет корням сосать все питательные вещества. Добавляем всего 2 копачка древесного уксуса и добавляем гуматкалия. Всего 1 столовую ложечку на 10 литров воды. Если вы делаете все на 1 литр, то смотрите уже по инструкции, сколько чего необходимо добавить. Дозируйте это. Такие подкормки, они помогают как от хлороза, так и помогают для цветения. И помогают отпугивать вредители. Например, белокрылку, всяких гусениц и других вредителей. Тоже вносим 1 стаканчик под куст. Если у вас растение растет в горшке, то используем 200 миллилитров на 1 литр воды. Поливать можно на сухую землю, потому что удобрение это не концентрированное. Вреда абсолютно никакого не будет. Можно даже этим раствором опрыскивать по листу, чтобы листики у нас не хлорозили. Кстати, листики могут хлорозить еще от избытка азота. Когда вы много вносите азота, азотистных удобрений, то листва начинают желтеть, хлорозить. Там какие-то пятнышки появляться, какие-то прожилки появляться. Потому что идет избыток азота. Если у вас листья огромные и они желтеют, это говорит о том, что вы перебарщиваете с азотом. Не надо во время цветения много азота. Азот гонит зеленую массу. То есть он не гонит цветы. То есть во время цветения ваш упор должен составлять на фосфор и калий. И совсем немного азота. Во время цветения идеальной подкормки, где, например, 5 азота, 15 фосфора и, например, 30 калия. Вот идеальная подкормка во время цветения, когда вы хотите сохранить именно цветение, а не упор делать на зеленую массу. Если гнать удобрение с ровной формулой НПК, то будет расти одновременно зеленая масса. И она может хлорозить. Что вы добавляете намного больше азотистых подкормок. Имейте это в виду. Если заметили пожелтение во время кормежки, кормежки можно сократить. Значит вы вносите чего-то много, чего не надо. Плюс постоянное кормление удобрениями отяжеляет почву. Если вы кормите постоянно минеральными удобрениями, по почве могут накапливаться соли. Тяжелые соли, они плохо растворяются, они мешают растению расти, развиваться. Корневая система тяжело уже впитывает какие-то питательные вещества. Корни становятся большие, мощные и жесткие. Имейте это в виду. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.